Любовь, это когда вы с ней вдвоем сходили в театр, посидели на лекциях и всю ночь говорите об искусстве, утром она жарит тебе яичницу, и вы опять идете в институт. Он сказал, зачем я живу, и занавес так же закрылся. Ну, Олег Николаевич сам говорил, кто может лучше. Сейчас вообще в театре есть репертуар на ваш возраст? Не Ёлова, Фрейнли, Халис Брунна. Получали роли там раз в 10 лет. А я всегда любила большие роли, главные роли. Что-то ты поохладила, по-моему, к театру. А я просто не люблю глупых. Очень. Это была красивая любовь? Пьяный человек – это оно. Я не могу любить тот топор, который меня убивает. Последний вопрос. Можно уже не работать? Скажи гордивый, скажи, скажи, скажи. Скажи, скажи. В этом клипе полное ощущение невероятного всех него счастья. Но ты очень хорошо знаешь, чем все кончится. Вот сейчас. И смотря отсюда, мне стало очень больно. Я помню, как Апельян с Харатианом уронили забор, который… В соседней даче жила Старовойтова, понимаешь, как мы этот забор поднимали. На самом деле в этом клипе все были поссорены. Все какие-то были немножко в напряженных отношениях. Ну, потому что мы очень долго собирались. Все долго ехали к нам на дачу. Вот. Потом, значит, я сказала никому не пить, потому что, значит, Миша. Никто не пил, все пили, значит, столом где-то. Как-то. Ну, в общем, все хорошо прошло. А Гарик сказал… Гарик, он, конечно, душа. Он сказал, это вам, это всем вам. Это потом вы будете смотреть, когда будете стариками, будете вспоминать. И он оказался прав. И вот мы все уже старики, мы это смотрим. Некоторых нет, многих нет. И мы все это вспоминаем. Важный вопрос. Какой цвет? Ой, какой скажешь. Ну, нет. Ну, если мы в черненьком, какой нам подойдет? Коричневенький. Опять коричневенький? Ну, давай, пусть будет коричневенький. Коричневенький. Ну, как скажешь. Ну, ладно, коричневенький. Махатовские цвета. Желтый, коричневый. Нет, у нас не желтые. Фисташковые. Фисташковые. Ну, хочешь, будет фисташковый. Да как скажешь. Ну, почему я должна решать? А я почему должна решать? Перешительная женщина. Нет, это, знаешь, это у людей разные профессии просто. Кто-то это делает. А кто-то красит. А кто-то красит, и кто-то знает лучше, как это сделать. Хорошо, диапазон от фисташкового до коричневого будет. Ну, круто, пусть так будет, да. Пусть он меняется. Так идет. Святая святых Евгения Владимировна Добровольская. Когда ты поняла про себя, что только театральный и ты только артистка? Только театральный, я это не понимала. Я просто знала, что есть театральные институты. В общем, я даже не знала, сколько их по стране. Оказалось, что очень много. Ну, вот. Давно. Ну, где-то лет в шесть. В шесть? Да. В семье, где никто, мягко говоря, не артист. Да. Почему? Они очень артистичные натуры были. У меня папа там, например, в отличие от меня, он пел замечательно. И у них были друзья-артисты. Вот там Орлякина, например. Да, я как бы с детства ее знаю. У нас были очень шикарные застолья такие вот творческие. Они что-то все время играли, пели, и как-то прекрасные. Просто для них это было хобби. Они так отдыхали. Работали они, конечно, вкалывали с утра до ночи. Ты родилась в очень хорошо обеспеченной семье. Я не знаю, что ты это взяла. Но у тебя мама была заместительной министра химической промышленности. Мы жили в Советском Союзе. У нас все получали одинаково. Он как бы не был такой, что он очень хорошо обеспеченный. Мы жили в каком-то маленькой квартирке. Это просто, ну да, работал, и что? Я не знаю просто, где это все. Кто у нас хорошо жил? Ну, кто-то жил, наверное, но... Но не вы? Ну, не мы. И никто из моих друзей там не было такого, что... Странно. А как это выражалось, что у мамы такая работа? Папа был начальником цеха? Да. И у мамы такая работа. Ну, как это выражалось? Они работали с утра до ночи. Так это выражалось. И все. А на тебя это накладывало какие-то обязательства? Нет, никаких. Правда ли, что ты сама собралась и пошла лечить себе зубы исправлять? Где же ты это роешь-то? Ну, правда, да. Когда я уже осознала, что я... кем я буду, кем бы я хотела работать, я поняла, что внешность имеет большое значение. Вот. Поэтому я поехала. А тогда тоже все было очень доступно. Был институт такой огромный, на Динамо, по-моему. Просто пришла, записалась, и все эти там сделали. Брекеты были? Нет, брекетов не было. Вообще в стране не было брекетов. А что делали? Пластинки раздвигали, задвигали. То есть там в том самом возрасте, когда девушки влюбляются или еще что-то, я ходила, перебила. Но вот я хотела спросить, не стрёмно было? Или ты понимала великую цель? Я понимала, да. Ну, не великую, но просто как бы это одна из составляющих. Блин, какая ты умная была. Ой. Да это осознанность. Я не могу себе представить человека, который в 16 лет сам по своей воле пошел. Это не в 16, это раньше было что-то. А во сколько? Ну, слушай, это, наверное, в 14, в 16 уже поздно. Я в 16 уже школу закончила. Как тебя воспитывали? Знаешь, когда я научилась читать, а читать я научилась рано, я сама читала себе сказки под одеялом. И периодически только прибегали, отнимали у меня то ли фонарик, то ли еще что-то. Потому что мы в комнате спали с сестрой, она тоже хотела спать, старше меня. У них вообще не было времени. У них потом, когда они вышли на пенсию, у них появилось время на дачный участок, на помидоры, огурцы, клубнику. Но вот это вот все то, чем они занимались, с удовольствием. А на тебя? А я уже была взрослая. И тебе уже было не надо? Нет. Знаешь, мы же не знаем, когда ребенку что надо, что не надо. То есть в этом определенном возрасте ребенок только хочет, чтобы от него отстали. И задача родителей смотреть, чтобы он не оступился, и давать ему максимальную защиту и, в общем, любовь. Понимание того, что он нужен в семье, что он необходим, что он не одинок, что даже если у него какая-то несчастная любовь, то его любят его родственники очень сильно и без него не могут жить. Это ты сейчас говоришь про то, какую любовь даешь ты своим детям? Ну, я стараюсь, да. А что было в твоем детстве? Ты знаешь, я не помню этого. Я не помню. Я помню, что я была предоставлена сама себе. И это, наверное, было тоже правильно, потому что я привыкла рано отвечать за свои поступки, за все то, что я делаю, и свои ошибки тоже сама расхлебывала. В общем, за все это самой пришлось отвечать. Ты в 16 лет ушла из дома? Ушла, да. И куда ты пошла? К подружке. Так можно было? Ну, а что сделать, понимаешь? Дверь же не закрыть. Ну, как там, не знаю, или скандалы, крики, или еще что-то. Родители подростков, то есть, по-моему, они совершают подвиг. А уж в моем случае мои родители точно совершили подвиг, потому что это было, ну, очень сложно удержать, закрыть. И я все знала. Все знала, что я хочу. И все знала, как это сделать. Для родителей то, что ты ушла из дома, было трагедией? Или было облегчением? Ну, как-то как. Ну, просто когда я к ним приезжала потом, через 5 минут начинался крик. Ну, то есть, сначала меня радостно встречали, а потом начинался крик. Ну, тоже. Ну, с мамой я созванивалась все время, все время. Каждый день я ей говорила, что все хорошо, я жива, все в порядке. Привозила ей там конфеты, то, что она любила, то, что ей нравилось. А деньги ты где брала на это? Я работала уже. Мой образ жизни никак не соответствовал. Я должна была поступить в тот же институт, что поступила сестра. Папа сказал, когда я сказала, что я поступаю в театральный, он сказал, ну, это понятно, что ничего не получится, ну, ладно, закончишь. И вот у нас есть ДК, и будешь там драмкружок вести. Вот, с младительностью. Ну, как-то у них все это... Ну, это было нереально. Все это было нереально, вообще невозможно никому представить. Никто из них не верил. Никто. Папа был очень жесткий человек. То есть, когда я не поступила в институт, он сказал, там, не будешь просто так есть хлеб, там, иди работай. Я пошла работать. Куда? Я пошла работать у бурщицы в театром из совета. А куда еще идти работать? Кем ты можешь идти работать? Вы понимаешь, какие были времена, 80-й год? Кем ты можешь пойти работать? Только уборщицы. И то уборщицы не брали. Но в театре из совета, значит, там все работали. Все. Я могу тебе всех артисток перечислить, которые... Там, значит, Нелли Неведина, Наташа Ионова, Вера Воронкова. Ну, то есть там как бы был целый клуб, и все потом поступили в школу-студию МХАТа или там в ГИТИС, все как бы нормально. Просто она набрала таких вот молодых, чтобы быстро убирались. Чтобы хорошо полы мыли. Чтобы хорошо полы мыли, да. Ну, это вообще было счастье, понимаешь, сказка. Потому что у меня был объект сцена, я водила Раневскую до сцены. Как бы и со сцены. Я это все видела, я видела плята. Классная, да? Ой, слушай, ну вообще. Ну, то, конечно, она уже была старушечкой совсем. Вот. Я все это видела изнутри. Я пересмотрела весь репертуар. Ну, потому что мы это можем смотреть, а театры мы любили ходить. И это было очень сложно попасть в театры. Но все почему-то помнят этот факт моей биографии. Но я совершенно его не стесняюсь. Ну, не знаю, увидеть Раневскую, водить ее за руку. Ну, что ж, между прочим, круто. Просто, просто нервная. Курила? Нет, тогда уже не курила. Шутила? Нет. Уже даже, ну... Блин. Уже плохо даже говорила. Но все равно это, знаешь, у нее там в гримерной все время были блестки, блестки, блестки. В молодости за ней укаживал один тип. Я все помню. Не надо, не надо. Ну вот, но я там немного проработала, всего два месяца. И поскольку меня утвердили в кино. В клетку для канарейки. В клетку для канарейки, да. Киностудия Мосфильм, Павел Чухрай. Это было очень, ого-гося. Просто это было совсем круто. Что между вами произошло? Да ничего. Я просто не могу больше видеть его тупую рожу. Не могу видеть, как он шляется по дому целый день с гантелями. Вечером идет спекулировать магнитофонами. Ты веришь в судьбу? Ну, так, да. А что такое судьба? Не знаю. Ну, в смысле? Ну, судьба – это же что-то такое предначертанное, да, что тебе предначертано. То, что ты оказалась в этой картине – это судьба? Наверное. Если я правильно знаю, то ты сидела на подоконнике в группе таких же девочек. На батарее. На батарее. В предбаннике «Мосфильма». Он до сих пор существует, этот предбанник. Ну, тогда кастинг был такой. Собирались по объявлению, по радио. В основном по радио говорили, что там нужны девочки такие-то, такие-то. Значит, во столько-то, во столько-то приехать на проходной «Мосфильма». Вот. И там набилось много-много народа. Я, когда это увидела, думаю, о боже мой, и села далеко в угол на батарею. Ну, был какой-то человек, который меня как-то углядел. Как это сейчас называется, кастинг директора. А тогда это просто был ассистент по актерам, там, ну и все. В одном из интервью вы сказали, что дети совершенно необязательно появляются от любви. Абсолютно. Это про вас, да? Да, понимаешь, ну так случилось. А кто-то не может. А как можно в театре, с такой карьерой, в общем, с такими обязанностями все-таки родить четырех детей? Сколько там разницы между маленьким и большим? Двадцать? Я не помню, да, большая разница. Ну, жизнь-то она длинная, понимаешь, и у меня не было, в общем, такой самоцелью дети, 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 да. Я просто хотела, чтобы у меня все было органично. И жизнь у меня, она тоже там долгие, большие периоды, этапы этого всего. Ну, одно такое, одно такое. А, например, Олег Павлович что сказал когда-то в очередной раз? Я сейчас. В очередной раз, да. Ну, в очередной раз мне повезло, потому что у него жена тоже была беременная. А, в очередной раз, в смысле, с Настей. Да, да, да. Вот, я сказала еще разочек, и все. Последний раз, последний раз, Олег Павлович. Вот, он меня отпустил, скажем так. Вот, ну, потребовал взамен, чтобы я отдала роли, потому что он считал, что у меня слишком много ролей. Какого? Кому? Ну, они это брали у меня, Амадей, который я играла с ним уже 18 лет, наверное, они хотели какую-то молодую артистку. А получили что? Ну, мы получили, что спектакль закрыли годы через два, знаешь. Все было вовремя. Все вовремя. На самом деле, дети меня спасли, потому что, опять-таки, жизнь сумасшедшая, не уравновешенная, не ровная, не... Потому что все, что я делала, я делала сама, потому что никто за мной никогда не стоял, ни родителей, ни мужья, ничего. То есть, все, что я сделала, я наработала, я все это наработала сама. И, естественно, у меня были там и депрессии, и все на свете, и, в принципе, как бы вытаскивали меня из этого ада, но только дети. Потому что я была кому-то нужна. А при этом парила вас все время, что вы плохая мать? Нет. Я-то думаю, что я прекрасная. Я тоже так думаю. Но есть утреннее чувство вины всегда, что ты вот что-то тут не додала, что-то не доделала. Ты поехала на съемку или пошла в театр, а там можно же было им книжку почитать. Слушай, я им так читаю книжки, что они так говорят, мама, не надо. Сказки по ролям страшные, интересные. Ой, я помню, что они, значит, это, говорит, Яна приходит и говорит, мне задали стихотворение, значит, читает. Настя говорит, и мне тоже задали стихотворение, тоже читает. Я говорю, и мне задали стихотворение. И монолог Матрёны. И она говорит, как мы заснем после этого, мама, зачем ты нам это прочитала? Это самое страшное, правда, про Русь. Про Русь. Такая рожь богатая у нас в тот год родилась. Мы землю, не линясь, удобрили, ухолили. Трудненько было пахарю, да весело ж не е. Снопами нагружала я телегу со стропилами, да пела, молодцы. Вдруг стоны я услышала, ползком ползет Савелий дед, Бледнёшенька, как смерть. Прости, прости, матрёнушка, и повалился в ноженьки. Мой грех не доглядел. Заснул старик на солнышке, Скормил свиньям Демидушку, придурковатый дед. Как ты согласилась играть в Коммун-Руси жить хорошо? Ты знаешь, все мои работы, которые в МХАТе, я назову теми, которыми мне очень нравилось, и хотелось бежать их играть, это работы у Кирилла Серебренникова. То есть с первой работы, как он пришёл, Мещане, потом господа Головлёвы, Лес. Это всё было совершенно замечательно. Наливочку мою пробовали. Не знаю, хороша, нет, но очень хотелось вам угодить. Хороша, хороша, отличная. Вы должны сами её делайте. Все ваши слова только как шутку принимают. Он пришёл вот в начале правления Олега Павловича Табакова, когда Олег Павлович стал приглашать людей, ну, как бы режиссёров. И Кирилл уже был известен в Москве, уже поставил себе пластилин. Кирилл, он заразил собой весь театр, что все могут работать, все. Может работать забытый богом оркестр, который в театре... Мухатовский оркестр. Мухатовский оркестр. Который получает зарплату и ничего не делает. Или в лучшем случае где-то в каком-то спектакле, значит, артист оркестра звонит в колокольчик за сценой. Ну вот, Кирилл их всех вытащил, потому что, значит, и они играют и на гитарах, и на контрабасах, и они все занимаются делом. Он пригласил Кирю Николаевну Головко принять участие в своем спектакле, и она отказывалась. Но это было, в общем, великое возвращение Киры Головко на сцену. Это грандиозно. И у Кирилла не было такого, что он приглашал, приглашённые там артисты, звёзды, и давайте мы сейчас натащим всех из всех театров звёзд, и к нам пойдут. На него ходили, несмотря на то, что это артисты театра. И всё, что происходит, это всё из театра. То есть не было привлечения никаких посторонних элементов, скажем так. Был только он, его постановка, его энергия, его взгляд на это, на всё совершенно необыкновенный. Мы сейчас сыграем лес, который когда-то был там, все говорят, ой, а это лес, что это? Сейчас он просто классика, потому что по сравнению со всем остальным мы уже просто играем какой-то классический лес. И потом он стал ставить оперы. Я пою не для опер. Он ещё балеты ставит. Ну, я имею в виду в театре. Балеты – это понятно. Никто не претендует. Но в театре он стал ставить музыкальные спектакли. Хорошо, если тебе это больше нравится. Кирилл такой человек, который умеет дружить, даже не находясь в непосредственной близости. Я всегда знаю, что он протянет мне руку помощи, если что, он поможет мне с советом. Ну, у него, он, конечно, острый на язык, но я всё равно знаю, что он меня внутри где-то далеко, глубоко любит. Вот. И поэтому, когда он мне позвонил, я была очень рада, что он мне хочет предложить работу. Конечно, я потом была в некотором шоке, что это Некрасов, что это Коммуна Руси, что это школьная программа. Он мне говорит, ну, почитай. Я говорю, да я знаю это всё произведение, знаю. Пятёрки получала про женскую долю. Он говорит, во-во. Ну, я стала читать, дочитала до четвёртой главы. Потом поняла, что я не могу больше это читать. Просто у меня сил нет на это читать. Вот он позвонил ему, сказала, что давай я приду, посмотрю, что ты делаешь, потому что я это не осилю. Ну, вот. И когда я пришла, они репетировали в Белом зале. И уже тогда в этом Белом зале было понятно, что это будет, что это будет нечто. Я вообще такого даже представить себе не могла. Вошла, и всё я вспомнила. Свечами воска Ярова уставлен среди горенки дубовый стол. Стоял на нём гробочек крохотный, Прикрыт камчатной скатертью икона в головах. Ой, плотнички-работнички, Какой вы дом построили, сыночку моему! Окошки не прорублены, Стеколышки не ставлены, Ни печи, ни скамьи, Пуховый нет перинушки. Ой, жёстко будет, дёмушки, Ой, страшно будет спать. Теперь в раю твой, дёмушка, Легко, светло ему. Я не ропщу нисколечко. Вот Бог прибрал младенчика. А больно то, Зачем они ругались над ним? Зачем, как чёрные вороны, На части Тело белое пластали? Неужели ни бог, ни царь не вступится? Высокий бог, далёкий царь. Нужды нет. Я дойду. Потому что те сцены, которые он репетировал Там в Белом зале, Они не вошли в спектакль, Чему мне было очень жаль. Потому что спектакль был очень жёсткий. Просто страшный. Ещё жёстче? Ещё жёстче. Я очень хотела, чтобы был такой финал, Потому что я как раз смотрела финал, И такой финал не получался. Не выходил из того, Что сейчас тоже прекрасный финал, Но был такой. И вообще, когда я поняла, Что мне очень интересно с Кириллом, Потому что у него такие Образы и задачи, Хочется в этом участвовать, Хочется в этом быть. Хочется быть в этой ауре энергии, Таланта, света, искусства. Вижу, как поднимается с колен моя родина, Вижу, как из пепла восстаёт моя родина, Слышу, как поёт моя великая родина, Снова поднимается с колен моя родина. Почему ты не поступила с первого раза? Ну, потому что многие не поступают с первого раза, Потому что, знаешь, надо было выучить Ситетворение нормально, Надо было как-то подготовиться получше, Одеться получше, ещё что-то. Ну, в общем, можно было разумнее подойти К этому, ко всему. А не так, знаешь, нахрапом, Зная из басни два слова, И зная, что тебя остановят. Да ладно, ты не доучила до конца? Ну, конечно, нет, понимаешь. Ну, вот. А люди говорят, что тебя Касаткина не взлюбила. Касаткина меня не взлюбила. Ну, и как бы, да. Ну, тогда-то я, когда поступала уже второй раз, Я уже всё выучила, понимаешь, Даже песню и танец. Вот, и я поступала уже к определённому педагогу. Да, я уже понимала, что... Это Касаткина была? Нет. Нет? Это был Владимир Наумович Левертов. А-а-а. Знаешь, Касаткина – это Касаткина. А педагог, мастер, который учит, Это был Владимир Наумович Левертов И Евгений Николаевнов Козырева. Артистка Театра Маяковского. Знаешь, у меня такое ощущение было, Что я училась одна, Потому что я одна приходила в 8.30 на станок Кальм Михайловне Сигаловой, Которая была просто Аллой. Потому что все остальные наши спали в общежитии, Потому что нас курс набрали всех иногородних. И я была, по-моему, одна москвичка, там два человека. И поскольку я хотела учиться, я знала, куда я иду, я знала, зачем я иду. Я одна ходила. Вот мы с Аллой Михайловной и занимались. Вот. Ну, мне были одни пятерки. Получала повышенную стипендию. И я училась у великого педагога. В чем была особенность? Он любил детей. Настоящий педагог. Настоящий педагог, да. Нет, у него были вот, знаешь, азы профессии, вот именно той, которые нужны и пригодились бы, и пригодились потом, понимаешь? Вот это написание предлагаемых обстоятельствах роли, разбор роли, поиск события, поиск исходного события. То, чем мало кто занимается для того, чтобы артист работал самостоятельно потом, когда он выйдет. Просто помню дипломный спектакль, Кристики-Нолики, Червинского пьеса. И начинается с того, что девочка, в которой играю я, кончает жизнь самоубийством. И он мне говорит, предсмертная записка с тебя. И я, значит, я писала трактаты, просто сочинения по поводу этой предсмертной записки. И каждый раз приносила ему там, и он говорил, не то, не то, не то. Долго я мучилась. И потом я написала бессонными ночами это все. Пришла, показала ему две строчки. Он говорит, да, поехали, работаем. Какие две строчки? Прости меня, мама. Да. Знаешь, кому будет плохо от твоей смерти? Только маме. У тебя сегодня чайка. У меня сегодня чайка. Какая это чайка в твоей жизни? Последняя. Ну, по счету. Я насчитала, что шестая. Нет, ты знаешь, я играла в чайке в постановке Олега Николаевича Ефремова. Просто я там сыграла несколько ролей. А этот чайка в постановке. А что хочется сыграть? Ничего. С детства перестала мечтать о ролях и перестала мечтать о том, что что-то, ой, вот как бы было бы хорошо. Потому что кроме внутреннего переживания и разочарования, если тебе это не достается, и болезней потом как бы по кругу, почему не ты, почему не ты, и очень легко дойти до сумасшествия такого, которого, в общем, все равно в этой профессии пытаешься останавливаться. Ты будешь сегодня играть? Кого? Я просто спрашиваю сейчас. Нет, ничего. Нет, просто если ты отказался, ты скажи, я тоже откажусь. Да, поговорим. Почему в передачу к тебе попал? Так, ну и как мы все поместимся? Хотел бы посмотреть. Да нам не надо всем-то, да. В этом лифте застрял Семчев, Миронов и еще два человека. Миронов вышел зеленого цвета, орал, неизвестно кто. Он говорил, что в Амхате все плохо. Да, Семчеву мне надо просто в один лифт залезать. Ну, понимаешь, торопились на спектакль. Вот мы же с Дужниковым не залезли в один лифт. Ну, мы же знаем, он же тоже знает, что этот лифт застревает. Это гримерка Ей Сергеевны Савиной. А Богатырев чей? Ее. Вот Ей Сергеевна, вот она такая была, вот хохотушка, и такая она все время играла, ай, как топает, топает. Вот, когда я Нина Заречина играла, я уже как бы слышу ее шепот дальше, я уже постоянно бегала там тихо, не топая, совсем не топая. Почему ты ничего не стала менять в гримерке? Потому что это раньше гримерные были таким домом, и когда артисты проводили здесь большую часть своего времени. А сейчас мы приходим сюда только отыграть спектакль, загримироваться, и, в общем, я с удовольствием делю эту гримерку с теми, кто там играет в те дни, когда я не играю. Что-то ты поохладела, по-моему, к театру. Ну, может быть, да, но сколько можно. Знаешь, я сейчас в последнее время все читаю там, когда уже пора заканчивать. Потому что больно от отсутствия ролей, от отсутствия каких-то, знаешь, там, нужности, надобности тебя, как в театре. Да, потому что все, ролей все меньше, и роли все меньше, и все как-то... А я всегда любила большие роли, главные роли. И я так думаю, что просто, чтобы не сойтись с ума от разочарования и горя, просто я как-то меняю свою жизнь немножко в другую сторону, и немножко меняю приоритеты. Читаю разные мемуары артисток, которые как-то заканчивали. Я просто помню, вот как и Сергеевна, она уже приходила, играла один спектакль, очень старенькая была, и тоже иногда там приходила, читала стихи грандиозно. Она же была знакома с Ахмадулиной, и дружила, и она читала стихи, как Ахмадулина, и ее прям поэмами читала, читала. Тоже седые волосы, ни одной пластической операции, ничего, вот прям вот такая вот светлая-светлая. А была огонь. Огонь. Мы все всегда собирались у нее. Это были просто вечера у Савиной, когда это огромный стол, водка, огурцы, картошка. Все это, все, сегодня к Савиной. Это был праздник души. Песни под гитарой и все остальное. И потом вот так вот тоже так, тихонечко-тихонечко все. Один спектакль. Можно один спектакль играть, конечно. Ну и тогда, я не знаю, будет ли у тебя огонь в глазах, если ты не будешь каждый вечер выходить на сцену. Вот Олег Павлович, он хитрый. Он так сделал себе репертуар, понимая, что артист без сцены, он, ну, умирает. Поэтому он поставил на себя очень много всего. Выбрал себе режиссера и играл практически там пять дней в неделю. Правда ли, что когда ты видишь мужчину, ты можешь предсказать, как будут развиваться ваши отношения и даже как они закончатся? К двадцати годам я уже могла поздороваться с человеком и уже понять, какой он будет в разводе. И все, и дальше не знакомиться, сказать до свидания. Все, это все понятно уже. То есть к двадцати годам вы это знали, но вы вышли замуж за Ефремова. Это он на мне женился. Он пошел в ЗАГС, договорился, написал письмо от Современника, что мы уезжаем на какие-то гастроли. Раньше же надо было ждать два месяца, что-то такое. Ну вот, нет, он назначил дату прекрасную. Вот, мы все собрались. Он надел весь театр Современников, костюмы 60-х годов. Все в батниках такие, с попугаями какие-то там, кожаные эти штуки. Жуть, короче. С барабанами, с дудками. Мы вошли в ЗАГС, и тетенька, которая читала, там, в Альсе Минденсона, Миша сказала, нет, отменить все. И там, ба-бам-бам-бам, вот это вот. А бременские музыканты? Ну, практически, да. И стол у нас был накрыт на газетах. Водка, картошка, огурцы. Как вот, не знаю. Вот такая была романтика. Это была красивая любовь? Красивая, это когда там ухаживают, цветы. Ну, красиво, когда такая страсть, как только в кино бывает. Даже круче, знаешь, чем в кино. Ну, вот такая вот страсть, когда... Ну, это был не очень длинный период. Ну, когда мы одно целое, мы вообще с ним очень похожи. Во всем у нас одинаковые предпочтения, в еде, в фильмах, в театре. То есть мы можем даже не разговаривать, но мы знаем, что мы думаем одинаково. И это было, конечно, сложно. Ну, то есть мы с полуслова понимали друг друга. Потом дома мы никогда не говорили о театре. На работу мы шли разными дорогами, там встречались. Он там был мерзкий, скандальный режиссер. Я была там мерзкой артисткой, в которую он кидал там то ящики, то пепельницы, еще что-то. А потом вы возвращались домой, были голубками? И были, да, все, нормальная семья будет. Понимаешь, любовь красивая-то пошла. Знаешь, у тебя букеты цвета и вот это воздыхание, там, колечко подарил. А дальше-то что? Все это и кончается. Там, где дальше люди не могут договориться друг с другом, как они живут-то вместе. Как они встают, кто первый бежит в туалет, кто там потом что делает, да? Ну, это можно быть там. Ой, он так красиво ухаживал. Для меня это как-то какой-то, ну, ты дура, что ли, я хочу сказать, что здесь красиво ухаживала. Жить-то как-то с ним. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Будем счастливы. Благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносит, цветает. Вы же вместе учились? Нет. Мы не вместе учились, мы параллельно учились. Он учился в школе-студии, а то я в ГИТИСе училась. Ну, как мы видели друг друга, считывали. У всех были разные увлечения до тот момент. У нас было с ним одно увлечение, которое как бы сквозным шло через всех. Мы периодически встречались на улице и шли в ресторан ВТО. Вот при этом как бы между нами ничего не было. И что вы там делали? Ужинали. Ну, интересные увлечения. Я очень любила рестораны. Поесть? Поесть, попить, посидеть. Вот. Хорошо. А как это увлечение рестораном ВТО переросло в любовь? Ты знаешь, у нас было помимо этого, у нас было что-то главное, наверное, это партнерство на сцене, которое, может быть, мы перепутали с тем, что нам так хорошо на сцене, что нам так хорошо в жизни. Может быть, и не перепутали. Я тебе говорю, что сейчас я не расскажу того, что это было и что это невозможно. Мы играли вместе спектакль на одной сцене, нам было хорошо. Мы понимали друг друга, смеялись. Это, между прочим, дорогого стоит. Это партнерство, когда ты с человеком на одной волне, и можешь делать все, что хочешь, и он тебя подхватит и будет рядом. Мы потом с ним вместе очень много сыграли ролей. Это было именно так. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Он хороший артист? Очень. Это всегда было? Да, это было всегда. Ну, вот вы играете, играете, а потом ты уезжаешь в Ленинград, если я не ошибаюсь, на съемки. И в этот момент он понимает, что он влюбился все-таки. Так было? Ну, наверное. Нет, я не на съемки ехала, на озвучание. На озвучание? Ну, да. Я уж не знаю, что у него было там. Он же жил с мамой. Вот, может быть, ему там надоело. Сейчас я уже ни за что не отвечаю и ничего не могу сказать, потому что жизнь уже после этого прошла такая длинная, долгая, и все что угодно, понимаешь. Может быть, мне иногда кажется, он меня никогда не любил, понимаешь. Это тоже неправда. Но иногда мне так кажется. А какая это была жизнь? Сумасшедшая. Год за два, по-моему. За три. Я не знаю, я столько в милиции не была, по-моему, за всю свою до этого жизнь подростковую. А милиция каким образом? Ну, милиция, потому что надо было обязательно с кем-то выяснить отношения же, понимаешь, ему все время надо было как-то играть беспрерывно и потировать все. Он пил? Да, они пили. А ты? И я тоже. Нет, я сидела, смотрела, понимаешь. Грустно, за рюмки протирала. Ну, что-то я не знаю прям. Супы готовила и ждала, понимаешь. Ну, что ты. Как организовывается быт у молодых людей, которым, значит, по 20 лет, которые артисты, и которые при этом привыкли жить, ну, вот такой вот супержизм. Так организовывается очень хорошо. У меня была комната в коммунальной квартире, там, где собирался весь театр «Современник-2». У меня были прекрасные соседи, которые были совершенно в учумении. Ты была готова стать просто женой, никакой не артисткой? Нет, конечно. Я вообще ненавижу слово «жена». Вот это просто «жена» и вот это вот все это мне просто раздражает. Понимаю. А чем раздражает слово «жена»? Ну, потому что «жена» — это как, вот, знаешь, вот у нас вот так вот принято, что жена — это та, которая вот сидит и который был милый рядом, и чтобы ему было хорошо. Я все-таки за паритетные отношения в данном случае и за отношения уважительные, когда можно, ну, как бы человек работает, ты работаешь, и это все здорово, это все на волне, и никто не унижен. Вы обсуждали с ним театр? Это каким-то образом была общая точка соприкосновения? Или вы дома никогда не говорили о работе? Ты знаешь, опять-таки мы долго прожили вместе, поэтому были какие-то моменты, которые мы обсуждали театр, были какие-то моменты, когда мы не обсуждали, просто жили. И это тоже были чудесные моменты. У него же он, когда они делали капустники в школе и студии МХАТ, был замечательный такой капустнический вариант, когда любовь, это когда вы с ней вдвоем, значит, сходили в театр, посидели на лекциях и всю ночь говорите об искусстве, утром она жарит тебе яичницу, и вы опять идете в институт. Дальше не любовь, это когда вы всю ночь говорили об искусстве, утром она жарит тебе яичницу, и вы идете в институт. Понимаешь, это вот, ну, просто вопрос такой очень. Поэтому вот, чтобы не доходить до этих всех дел, ненависти и вот этого всего, ну, нам хватало. Мы и так были, мы все время были вместе. И это уже, наверное, было невозможно. Слушайте, ты 30 лет работаешь в одном и том же театре. Это счастье или это ужас? Ты знаешь, я столько поменяла мест работы и театров, и, в принципе, я была счастлива, когда я пришла сюда, и я поняла, что это надолго. Я нашла свое место, роли, режиссера, и все было прекрасно. И я люблю этот театр, я люблю его традиции. Я с уважением отношусь к отцам-основателям. А вот и они. А вот и они. Ну, да. И не только они. Такое ощущение все равно немножко грустное и торжественное здесь, потому что эти все люди здесь работали, и они ушли, и многих я знала лично. Что отличает МХТ имени Чехова от других театров? МХТ имени Чехова, правильно говорить. Ты знаешь, мне сложно так сказать, потому что у каждого театра, естественно, свое, и каждый театр индивидуален. То есть как бы бездарный театр, бездарный по-своему, талантливый и талантливый по-своему, опять-таки. Я, например, прихожу в Гоголь-центр, и я заражаюсь этой энергетикой, совершенно невероятной, молодежной, творческой, которая бьет из каждого угла, из каждой стены. Здесь немножко другое. Но мне нравятся здесь люди и атмосфера, заданная Олегом Николаевичем Ефремовым. Атмосфера такого творчества и понимание того, что у каждого свое место. То есть, когда он ставил спектакли, у нас было очень много массовки, массовых сцен, и все понимали, что театр – это дом. Мы здесь проводили с утра до ночи время, и никаких съемок, ничего не могло быть, потому что ты выходишь в какой-то небольшой роли на сцену в массовке. И обязательно ты должен быть. Все здесь было как бы такое круговерть, такая беспрерывная работа. Он считал, что и к жизни, и к театру надо относиться серьезно. И это не быстренькое дельце такое. Не быстренькое, а вдумчивое. Если вот год ты только репетируешь, то когда театр начнет зарабатывать? А тогда не было таких проблем. Зарплаты у нас были маленькие, денег у нас не было. Мы все время проводили в театре. И я помню, как я Ефрему говорю, вы знаете, сколько стоит билет на троллейбус? Он говорит, не знаю, копеек десять, наверное. Нет, уже нет, уже нет, уже все подорожало. Нам надо ездить, сниматься в кино. Но от него невозможно было уйти. Он был лидер безусловный. Ну, то есть, вот когда он что-то говорил или показывал, хотелось остаться и заниматься театром вот бесконечно. Я совершенно не знала, как играть Марину. Мнишек, ну просто не знала, потому что вообще сначала я была назначена на бессловесную царицу, которая там у сына Бориса Годунова. У меня плохо с именами уже. Я порой даже не знаю, кого я говорю. Я выхожу и говорю, как меня зовут? Как меня зовут? Говорит, Агафья Тихонова. Я говорю, а, нет. Я говорю, я не Агафья Тихонова. Ну, в общем, я даже сейчас не вспомню, кто я. И Лидия, я говорю, пойдите у суфлера, спросите, как зовут Барнин. Как мне к ней обращаться? Ну, это ладно. И я на одной из таких лекций сижу, сижу, и что-то вот скучаю, скучаю. Просто думаю, ну что же делается? Какая же тоска? Ну вот. И вдруг, значит, лектор, я не помню, кто он, говорит, значит, Марине Мнишек было 14 лет. И я такая, хоба, 14. Так она девочка. Так она девочка, тщеславная, тщеслолюбивая, и понятно, почему она пошла, и еще при этом глупая. То есть она все это, вот это подростковое, пубертат. И он вышел, и, конечно, никакая холодная, надменная Марина, а именно такая яростная... Дрянь маленькая. Маленькая дрянь, которая играла сначала в эту любовницу, а потом вот это все, и построила сцену. И про меня Вульф написал чудовищно. Потому что он, конечно, хотел, чтобы это была холодная, надменная Марина. Вот. И я прочитала это, и пошла к Ефремову, и говорю, ну, как бы, я не знаю, что мне делать. Я могу, конечно, как он хочет, но мне это неинтересно, потому что я уже так его нашла в пушкинском тексте, уже столько такого, что, ну, поскольку ты год этим занимаешься, столько такого в подтверждении вот моей версии, вот этого всего, того, что происходило. И он говорит, играй так же, а больше никогда статьи никакие не читай. И я так и вышла из кабинета, и больше я не читаю статьи. Ефремов был демократ, он выслушал все. У нас же были общие сборы, причем не общие сборы артистов, а общие сборы всего театра, когда сидели монтировщики, гримеры, помрежи, и все, и все имели право говорить. У нас каждая постановка принималась голосованием. То есть будем ли мы ставить эту пьесу или не будем мы ставить эту пьесу, и на это все поднималось и голосовалось. И это работало? И это работало очень хорошо. Но самое смешное было, когда он ставил пьесу Гельмана «Мишин юбилей», когда вся труппа проголосовала против, он сказал, нет, нужно. И даже когда Олег Николаевич умирал, он уже ходил с аппаратиком, дышал, да, у него рак легких был, он дышал через аппарат и репетировал. И у нас в театре все время включали трансляцию. И то есть из любой гримерки, там в буфете еще где-то все время был услышан голос, шли репетиции, и ты все время знал, что он дышит, он работает, он в процессе, он ставил все равно до биржерака. Это прекрасно было. Личные ваши с ним отношения мешали вашим творческим отношениям? Он никогда со мной не репетировал. Он доходил до сцены мнишек и самозванец и говорил, перерыв, и следующий, и начинаем со второго акта. Я говорю, а я, а я, он говорит, ты сама себе все сделаешь. В театре часто ходили разговоры о том, что вот у вас есть роли, у вас есть то, у вас есть это, благодаря тому, что вы невестка Олега Николаевича Ефремова. Ну, Олег Николаевич сам говорил, кто может лучше вперед. Может быть, где-то и было в кулуарах, но дело в том, что в Амхате у каждого все равно свое место. То есть у всех есть роли, там у меня и массовки были, и это, и то, и не, это не всегда были главные роли. Просто так случилось, что у нас героем был Миша небольшого роста. Ефремов? Ефремов, да. А под него подходила только я по росту. Раньше набирали артистов Мухата высоких, знаешь, потому что сцена большая, и чтобы их было видно со сцены, они были все очень высокими. Это сейчас набирает как бы вот и таких тоже. Но тогда артист Мухата это нечто высокое, чтобы со сцены можно было. И поэтому героини все высокие, а Миша вот так вот Ефремов Михаил Олегович мелкий. И я с ним. Я не скажу, что у меня был какой-то режим благоприятствования, потому что я застала, извините, таких великих женщин, как Лаврова Татьяна Евгеньевна, Савина Сергеевна, Вознесенская Анастасия. И не скажу, что они были добрыми по отношению ко мне. Потому что Татьяна Евгеньевна просто очень любила тушить об меня сигареты и скидывать на меня пепел во время разговора. Что она с меня только не делала, парики снимала на чайке. После Королевы Марго надо было сбрить волосы, которые были вытравлены этой белой краской, совершенно уже полголовы было, чудовищных. и не на чем держаться, ни шпильки, ни лысая голова. И она такая вдруг обнимает меня, и я чувствую, как у меня парик ползет. Просто ползет и ползет. Я ей сказала, что я сейчас сделаю, если она не остановится. Что? Ну, я не буду так говорить. Ну, скажи фигурально. Нет, фигурально. Не кушу. Нет, не кушу. Они, кстати, знаешь, они очень не любили вот все вот наши женщины, что я со своими волосами играю, потому что они все в париках, они считали, что я их разбиваю. Я играла практически без грима и со своими волосами такая незаречная. Вот. Ну, а им очень нравится. Мне все время писали какие-то докладные письма, еще что-то, что надо, во-первых, там накраситься, это и парик. Это поэтому, когда я надела парик, я сказала, что я сейчас все сниму, и дальше вы будете, в общем, играть. На вас не посмотрят, короче. А, ну, то есть, когда гвозди сыпят вместе со снегом, это, в общем... Слушай, ну, это какая-то ошибка. Я не знаю, ну, попало там пару гвоздиков. Там, между прочим, на сцене стояло, я потом узнала, очень много народу. Очень много, весь финал спектакля. Но все попало в Софью Эрнст. Да я никуда на нее не попала, рядом попала, подумаешь. А, ну, то есть у вас в театре, ну, нормально. Слушай, когда падают лампы, люстры взрываются, назывался «Тойбель и ее демон», Вячеслав Михайлович невинный зашел на второй этаж, там, декорации из второго этажа, и упал, рухнула лестница. Он упал, и долго был недвижим. Просто там все ломали ноги, и он упал с высоты, там, не знаю, второго этажа. Ни хрена себе. Да, и когда падают осветительные приборы или взрываются тебе в глаза, и раньше в театре был такой свет, что у некоторых артисток прогрессировали просто онкологические заболевания. Театр, никто не говорил, что театр это то место, где из тебя сдувают пылинки. Театр это, извините, положи тут все на алтарь, понимаешь, и ради роли, и ради того, чтобы сыграть, и ради зрителя, да, и приход артиста в театры это только смерть. Так считали отцы и основатели. Это сейчас, можно сказать, я заболел, у меня температура, я не приду. Вот, а тогда такого не было, да, там, священодействуй или убирайся вон, это к вопросу о зависти, и о том, что вообще, как происходит, или тебя, если что-то не удовлетворяет, или тебе не нравится, или кажется, что к тебе как-то плохо относятся, то, в общем, вот, Юр Богатырев, он играл каждый божий день, и вот, был один спектакль, Чайка, когда он открылся занавес, и он сказал, зачем я живу, и занавес так же закрылся. Понимаешь, это, ну, как бы, все здесь работают. А что случилось? Устал, 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 понимаешь, ну, как бы, это все же... Идет спектакль. Идет спектакль. Должен начаться спектакль. Открывается занавес, выходит Богатырев и говорит, зачем я живу. Зачем я живу. И все? Все. И занавес закрыли. Почему, когда ты забеременела Николашей, ты ушла от Ефремова? Ну, это сложно было жить. Нет, ну, там, ну, как бы, мы взаимно расстались. Ну, быть беременной, гульба-пальба, это разные вещи. Но, когда ты родила ребенка, и он пришел к тебе в роддом, ты его простила? Ты знаешь, он, ну, во-первых, мы не расставались, так расставались, знаешь, ну, как бы, там, мы просто жили отдельно. Он писал такие письма, такие письма. Я недавно перечитала, они, оказывается, у Николаша лежат. Я вообще не думала, что я как-то это все сохранила, вот это все, мелким дурацким почерком. Понимаешь? Из роддома с маленьким ребенком вы поехали к Али Борисовне Покровской. больше некуда было. И вы стали жить у нее. А насколько это было просто? Это было очень тяжело, потому что, ну, там точно так же, как и у всех, там жена, невестка, она должна, она должна много чего. Принести газеты, включить телевизор, поставить воды, еще что-то это, убраться в квартире здесь. В зубах тапочки. Ну, в общем, как-то так, еще ребенка там покачать, и чтобы он не орал. Но мы очень быстро уехали оттуда. Мы уехали туда, где, как бы, никто между нами не стоял, не ссорился, потому что Миша все время стоял между мной и Алла Борисовны, пока мы кричали друг на друга. Он стоял бедный. Вместе получилось жить? С кем? С Мишей. Да. В смысле? Ну, все равно ты потом от него ушла. Ну, это было уже через пять лет. Почему ушла? Потому что я поняла, слушай, ну, такие вот сейчас, как бы, модные слова, тогда мы их такие не знали, да, как абьюзер и газлайтер, понимаешь, вот это вот все, это просто можно, сейчас уже это все, это, ну, как бы, обозвать вот такими красивыми словами, а тогда я просто была в недоумении, и у меня была своя формула, абьюзер, что я не могу любить тот топор, который меня убивает, ну, то есть, это как бы, это нельзя так делать, то есть, я все время сама себе говорила, Женя, перестань, как бы, это все у тебя уничтожают, вот, поэтому я сбежала. Это был радостный уход, я тебе скажу, бежала, ехала, кричала босиком, педали Нивы, и кричала я свободно, очень хорошо, почему-то в тапочках была, не помню. Дети сзади? Нет, это я ехала к детям, они были на даче. А ты его высадил, по-моему, из машины? И вы поделили ему квартиры, тебе машина? Нет, у нас не было квартиры, ему 100 долларов, мне машина. Слушай, мы веселые люди, успокойся, у нас все хорошо, я не знаю, как бы. у нас не было никаких трагедий, понимаешь, это просто, ну, как бы, решение и решение, и у нас очень плотные друзья, и тусовка, и в общем, все, то есть не тусовку даже, пока ты не назвала, ну, компания, компания, да. Но были же моменты в вашей жизни, когда он, например, вообще не пил? Были, но это был принудительный момент, под страхом смерти. А не то, что ты сказала, что я от тебя уйду, если ты будешь пить? Нет, ну что ж, я дура, что ли? Ну, кто так говорит? Ну, уходи, пожалуйста, ну, зачем так говорить? Я от тебя уйду. Нет, знаешь, был какой-то момент, когда я поняла, ну, то есть, что он перестал бояться меня потерять, и я после этого, я сразу ушла. То есть, когда вы расставались, вы уже трудно, хотя, хорошо, ты уже не испытывала чувство влюбленности. Ну, и он так же. Мы так устали друг от друга, что ты даже себе представить не можешь. Ну, как это можно сказать, вот это вот все время. При том, что мы неспокойные люди, понимаешь, оба. Сколько времени счастья длилось? Когда мы вот расставались, я все время думала, боже, ну, там у меня там то одно, то другое, у меня было много съемок, у него не было. У меня было много работы, а его тогда, ну, как бы боялись снимать, что пока там. Вот, не важно. И меня так любили все, я думаю, я столько сейчас на таком подъеме, сколько у тебя времени будет, вот через сколько ты меня уже втопчешь вот туда, куда не надо? Неделя. Через неделю уже все. Он завидовал? Да. И не мог с этим справиться? Бедный. Несчастный. И он не мог ничего с собой сделать? Нет. Установить себя? Нет. Да слушай, даже уже после потом, после развода, после всего, знаешь, каждое получение там, ну, какого-нибудь приза, типа Ники или Золотого Орла, все время выходило жало. Вот. Ну, по-доброму. А все-таки по-доброму? По-доброму, конечно. Что ты почувствовала, когда узнала о том, что Ефремов попал в аварию, результатом которой стала смерть человека? Что я почувствовала? Я почувствовала конец света просто. Миша хороший. Понимаешь, только пьяный Миша и Миша, это два разных человека. Вот чем все дело. Пьяный человек, это оно. Ну, то есть он вообще не понимал, что он делает. Почему он так по-разному себя вел первые пару дней после аварии и потом на суде? Ой, ну, это у него надо спрашивать. Это тайна, которую, наверное, мы не знаем, когда узнаем. Потом. Почему ты не ходила на суд? Меня очень раздражал его адвокат, и я боялась не сдержаться. Ну, то есть не боялась, просто не хотела мешать. Ну, потому что все, что это происходило, мне кажется, что это какое-то неумное безумие. Очень неумно. не знаю, что ему пообещали, что он там себе сообразил, но не знаю, мне казалось, что у него нет мозга в тот момент. Ты пыталась с ним поговорить? Да, все пытались. И, то есть, ну, он же уже не был пьяным? Вот это удивительно. Это удивительно. Не знаю. Я не знаю, мы никто не знаем. Наверное, узнаем потом. Как это пережил Николаша? Николашу тяжело. Ну, и сейчас мы все переживаем очень тяжело. И сейчас тоже там письма не идут очень долго. Вот там, где он сейчас находится, это все. И ответов, ну, не знаю, это прям какой-то, из пандемии тоже и не приехать, не уехать, ничего. А ты бы поехала? Ну, Ты согласна с приговором? В смысле, что его осудили, конечно, да. И сколько ему дали? Нет, это нет. А сколько должны были дать по-твоему? Я не знаю. Я в этом не разбираюсь совершенно, но я просто знаю, что человек и так, и так наказан уже, он очень сильно наказан. Ну, потом ему 60 лет, ну, посмотрим уже, как, что там это все. Почему в русских театрах никто из великих художественных руководителей не готовит к себе замену? Потому что, может быть, в наших театрах все понятно, что у нас должности назначаемые, и они назначаются не снизу, да, а сверху, и как бы снизу не хотели назначить кого-то там, это очень сложно сделать, и обычно эти театры проигрывают. Если они назначают что-то снизу, это как бы минус творчества, потому что все равно в театре должна быть смена, смена поколений более частая, режиссеров, или там, работа, артистов, вот, как бы это не было больно пожилым, которым я себя отношу. Спокойно. Спокойно. Мы еще здесь. Я спокойно. Вот, ну, просто, да, и ролей меньше, и всего меньше, и, ну, как-то все меньше уже, и хочется все время новой крови, такой, творческой крови, да, хорошего кровопускания, которое бы взбодрило это все. Но МХАТ, это же традиционно театр, которым руководит артист? Нет, артист здесь главный. В этом театре все сделано для того, чтобы артист был главный, и все начинается с вешалки. Как артист приходит, как его провожают, как все здороваются, как ему уступает место, как в буфете он без очереди, и как все делается для тех людей, которые выходят на сцену, на которых приходит зритель, и все для них. Ну, так, в общем, да, руководит этим артист. Руководили артисты, да. Тогда не было как такового института режиссуры, да, и института продюсерства, потому что Олег Павлович, он еще в современнике начал заниматься продюсерством, в общем, театра, и очень плотно общался с дирекцией, и все, и он как бы, он такой новатор именно театрального как бы там, менеджмента, хоз, и всех проталкиваний, и всего то, что, в общем, принято сейчас говорить в слове продюсер, да, то, что мы это размещаем. Олег Николаевич был новатор совершенно в других вещах, он в сфере актерского исполнения, он революционер, просто, собственно, существование актера на сцене, он изобрел, не изобрел, а как бы заставил всех играть шептальный реализм, то есть совершенно иначе артисты стали разговаривать, все, причем все, вся страна, а раньше все пели. А вот так вот разговаривали? Ну да, 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 там Вронска, я беременна, да, или там, например, Хмелье говорил там, пойдем ковать, я очень люблю ковать в пьесе Горького Мещани, вот, и Олег Николаевич, он все это постепенно убрал и сделал вот в то, что, как бы сейчас опять пытаются вернуть некоторые режиссеры и говорить, ничего не играйте, ничего не делайте, но вот Олег Николаевич, он как бы пошел дальше, вы имеете все внутри, и при этом вы ничего не изображаете, вы все имеете внутри и разговариваете так же, как в жизни. Что изменил женовать? Пока ничего, он не успел, у нас пандемия. А еще я говорю... Два года? Два года, ну, год был шока, наверное, потом год был такого, какого-то реального осматривания, и только он наметил планы, и началась пандемия, и все закрылось. Знаешь, тут тоже уже подталкивать как-то можно, но, наверное, не нужно, потому что у каждого человека свои биологические ритмы, знаешь, вот, ну, как бы там всех режиссеров под одно тоже. Некоторые глаза горят долго, вот, и как-то они могут что-то делать. У каждого своя, своя вот эта индивидуальная внутренняя потребность. Сергей Васильевич, ну, во-первых, он очень хороший человек, он очень порядочный, и он, опять-таки, не уволил никого, он посмотрел спектакли, он практически все оставил, ну, пока там это все идет, и он не разбил судьбы, он не разделил театр, он не выгнал половину трупа, понимаешь? То есть, ничего плохого не сделал? Ничего плохого он не сделал. А хорошего? Хорошего, но то, что театр, мы показываем спектакли, мы, в общем, как-то пытаемся работать, он приглашает режиссеров, у нас сейчас вышла премьера, вот, «Месяц деревни», и сейчас впереди у него две премьеры, ну, то есть, постепенно как-то вот все налаживается, а по поводу масштаба, это, понимаешь, судить историкам, то, что происходит. То есть, нам сейчас это невозможно как-то не судить. Знаешь, когда пришел Ефремов, все мхатовские старики были против него, просто были против него. Ливанов не переступил порог театра, ничего, ему зарплату передавали в конвертах, он потому что отказался просто приходить в театр, он ненавидел Ефремова, понимаешь? Поэтому это все, все это очень, как бы, театр искусства субъективное. Мне рассказывали, что вы готовы откусить голову любому режиссеру, который не верит системам Станиславской. Нет, я вообще уже никому ничего не кусаю, я просто не люблю глупых. Очень. Тяжело вам живется тогда? Мне тяжело, да. Мне еще везет, потому что со мной работают только люди уверенные в себе и умные, потому что глупый человек со мной не будет работать, потому что ему будет казаться, что я его обижаю и откусываю голову. А умный человек будет считать, что я с ним сотрудничаю и работаю на общее дело, и это именно так, потому что меня волнует не я в спектакле, а именно весь спектакль и все, что происходит. Вот так. Вы когда в театр приходите как-то к ним? Ну, как-то, да, меня даже это пугает иногда, а иногда нет. Такое на кладбище не кладбище, ну, стоит и стоит. В общем, на кладбище интереснее. Пришла к нам богомолочка сладкоречивой странницы, заслушивались мы спасаться, жить по-божески учила нас угодница, по праздникам к заутри не будила, а потом потребовала странница, чтоб грудью не кормили мы детей по постным дням. Село переполошилось, голодные младенчики по середам и пятницам кричат, иная мать сама над сыном плачущим слезами обливается. И бога-то ей боязно, а дитятка-то жаль. Я только не послушалась, судила я по-своему, коли терпеть так матери. Я перед богом грешница, а не дитя мое. Ну, расскажи про Настю. Настя это младшая дочь. Настя родилась, и у нее обнаружилась какая-то болезнь. Что это за болезнь, и что нужно было сделать, чтобы ее вылечить? Нет, она не родяя болезни, обнаружилась уже гораздо позже. У меня такое ощущение, что это было после прививки. Потому что это случилось именно после прививки, которую еще тогда не подписывали. Не знаю, это какой-то ужас, рог. никто не знает, откуда она берется от болезни, и как ее лечить. Тоже очень страшно расходится мнение российских врачей и зарубежных врачей. И то, что мне предложили российские врачи, мне совершенно не устроило, потому что это очень тяжело для ребенка, это полная бездвиженность, это как бы изоляция, то есть никуда не ходить, такой возраст, когда ребенок вообще познает мир, это может быть самые прекрасные годы его жизни, надо провести лежа в койке. А что это за болезнь? Обезвиженно. Ну, она так называется болезнь пертеса. Это когда у тебя некроз. Головки, бедренной кости. Вот. И что ты делала? Ну, я... Ей было сколько лет, получается? Восемь. Восемь. Даже семь, наверное, да. Ну, вот. Я промониторила там много всего, всяких сайтов наших, не наших, и нашла, где, в общем, там, где мне показалось более здраво для ребенка. мне пошли навстречу и русские врачи, и там. Так что сейчас она ходит, я надеюсь, что у нас все более-менее. Она даже выходила здесь в спектакле подушка. Да, она играла, пока она была маленькая, она играла. как бы никто не знал, что она хромает, потому что ее научили ходить, не хромая, не показывая. она очень сделала большую работу сама. Я задала этот вопрос, знаешь, Потому что мне кажется важным твой вклад в это. То есть ты человек, который, по идее, мог бы жить на всем готовом. Состоятельные родители, состоявшиеся родители, назовем это так. Да нет, слушай, я так давно сирота, что это вообще это все нереально. Я поздний ребенок, я давно сирота, я давно живу одна. И как бы я никогда не жила на всем готовом. И все, что я делала, это мне приходилось все делать самой. Знаешь, я сама работала, у меня было очень много съемок в какой-то период моей жизни, пока лет 20 назад. И у меня есть дом за городом, у меня есть квартира в центре Москвы. У меня все хорошо, это все я сделала сама, и в общем это все прекрасно. У меня есть дети, которых я самостоятельно подняла на ноги и воспитала безо всяких слез и чужой помощи. В тележице в башню какая лажь, колом ее оттуда не выпьешь, а из бурили. Молва идет всесветная, что ты вольготно весело живешь. Скажи по-божески в чем счастье твое? Мне счастье в девках выпало. у нас была хорошая, непьющая семья. За батюшкой, за матушкой, как у Христа, за пазухой жила я. Молодцы. Был такой момент где-то года два назад, наверное, что мне не хотелось вообще никуда ходить, из дома не выходить, вообще ничего не делать. А вы паритесь вообще по поводу внешности? Ты знаешь, я бы не заморачивалась, но в силу того, что иногда надо выходить, иногда надо куда-то ходить, на интервью, надо выглядеть, еще что-то, на премьеры какие-то. Меня это всегда напрягает, потому что на тебя смотрят очень много народу, которые говорят, ой, она не причесана, ой, она не это, она не то, она как она постарела. Как она постарела, нет, тут тоже, тут у нас так, ой, как она поправилась, да, ведь никому не объяснить, что у женщин наступает такой возраст, в котором все поправятся, и уже как бы они себя не держали, вы все поправитесь, потому что наступает такой период, когда ты, ну, как бы раса, гормональная вещь, которую ты не можешь никуда деть, ну, то есть, она, наверное, ее можно побороть, и вот, ну, просто она так неожиданно приходит, что ты к этому не готов. Вот, например, у меня сейчас любимый врач эндокринолог, понимаешь, который только этим и занимается, чтобы как-то это хотя бы как-то привести в норму. наступает какой-то момент, когда годы стремительно уходят, когда ты уже смотришь на себя в зеркало, а ты уже не та, которую ты себе представляла, уже на тебя совершенно другое смотрит. А это в какой момент наступает? Ну, ты знаешь, у кого как, у кого в 40, а у кого в 50. Знаешь, я только как бы в 50 стала сидеть, начала, вот, и тоже удивилась, да, а потом уже вот как-то все вот тут быстро, семимильными шагами. Раз, раз, волос нету. Я все время вспоминаю Люсю Горченко, которая знала свои волосы по именам. Это там Вадик, это, это, три волосинки осталось уже к тому времени. Ну, то есть она же в париках все время была, Люся. Сейчас вообще в театре есть репертуар на ваш возраст? Нет. А в кино? Нет. Класс. Ишь, как с этим жить? Спокойно. спокойно жить. Ты знаешь, я вот изучаю наших великих артисток, которые уже прошли этот рубеж, и которые также сидят без работы где-то, и, может быть, без любимого театра, и, может быть, без любимых режиссеров, которые их любят. Там, не знаю, даже, ну, там, я уже не говорю про мою любимую Катю Васильеву, Екатерину Сергеевну, Ниелова, Фрейнли Халис Брунна, хотя она там немножечко там работает что-то, они выискивают себе работу, но, опять-таки, они работают в том театре, в котором их любят, да, их ценят, и они нужны. Вот. У нас есть Наталья Максимовна Тинякова, которая очень тоже долгие годы сидела. Вообще, артисты, артистки получали роли там раз в 10 лет. Раз в 10 лет. Ты говоришь, 17 лет невозможно играть в спектакль. Но если роль одна, вот Наталья Максимовна Тинякова, главная роль в лесе, она одна, и она играет ее уже 17 лет, соответственно, понимаешь? Где бы ты хотела работать? Не я бы хотела работать, да нигде не хотела бы работать. Можно уже не работать. Веришь ли ты, что когда-нибудь в России президентом станет женщина? Да. Когда? Не знаю, когда, хотелось бы. Что важнее, справедливость или милосердие? Справедливое милосердие. Правда или безопасность? Правда или безопасность? Правда. Свобода или безопасность? Свобода. Карьера или любовь? Любовь. Ты веришь, что ты будешь еще, будешь очень счастливой? Да. Как это будет? Честь, это мгновение, понимаешь? Это мгновение, как укол иголкой. Ты чувствуешь все хорошо. И хорошо. Нету такого понятия. Но все случилось? Не, не все. Ты что? Ну, уже еще впереди такая богатая жизнь, короткая, но богатая, дай бог, что всякими открытиями, откровениями, открытием новых миров, там, я не знаю, путешествий, новых стран, новых возможностей. И я не имею в виду карьеру, понимаешь, да? Я имею в виду просто жизнь, наслаждаться тем, что есть. То, что нам подарило, и то, что мы не видели, я не видела ни в силу советской юности, ни в силу, как ты называешь, этой карьеры, вот этой беспросветной работы, и жизни не с теми людьми, с которыми надо, которые не давали жить, и видеть, и чувствовать, и смотреть. И я надеюсь, что, очень надеюсь, что именно сейчас, как бы, когда мне ничего не мешает. Вот это все, мои глаза откроются, душа моя полетит, и я увижу многие страны, в которых я не была, я учу языки, да, и я очень надеюсь, что я когда-нибудь буду просыпаться такой дряхлой старушечкой, наверное, и у меня будет перед глазами прекрасное море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова